07, 08, 2024 год, завтра будет 08, 08, 20, 24, там опять было всё в космосе, там аромные вспышки на солнце, магнитные бури, и в общем какие-то опять начались там перетрубации, уже даже ноосфера, космическая сфера, уже просто этого всего, то что вытворяют эти навозные жуки на земле, ну просто уже не выдерживает, даже уже биосфера не выдерживает. Ну да ладно, тут мы, как говорится, ничего изменить с вами не можем. Ну давайте вот, вы с Олегом Соскиным, давайте на большем моём канале, давайте вот про что подумаем, помыслим, поанализируем, какие-то аналогии проведём и поймём, что может быть. Долго я вот так вот, ну как бы изучаю сейчас вот то, что творится этот просто мерзкий беспредел, такого я даже не мог представить, что в Украине будет такое твориться, что зелёная корпорация сможет создать, вот эта плесень зелёная, сможет создать такую структуру, которая будет состоять из, в принципе, тоже вроде бы как граждан Украины, которые будут своих же соотечественников массово хватать, арестовывать, издеваться, бить в таком массовом объёме, не выпускается к границу. Ну честно говорю, ну не мог себе даже, это казалось бы невозможно в Украине. Вот даже вот Советский Союз уже был, когда уже начался этот период, этот Горбачёв перестройку бы объявил, катастрофа Чернобыльская, 1986 год, огромнейшая солидарность была среди украинцев, ну приезжали и из других же республик, но украинцы сами, практически своими силами остановили Чернобыльскую просто катастрофу невиданного масштаба. Ну и не только себя же спасли, мир спасли. Уже Израиль тогда, когда это случилось, они уже говорили, всё, Киев лежит, и голос Израиля сообщал, Киев лежит в руинах, произошёл взрыв на Чернобыльской атомной станции, всё, реактор разрушен, идёт излучение, всё, в общем, вся там эти волны радиационные, какие хочешь. Но Бог же дал, и сумели украинцы в то тяжелейшее время спастись, спасти страну, себя, да. Сколько людей погибло, сколько стали инвалидами, сколько вообще, это было тяжелейшее же испытание, страшнейшее. И выдержали, ну не бросили одна часть, другая часть, и эти шахтёры, и метростроевцы, когда спасали эту воду, откачивали, который, этот же козёл, который эту аварию сделал, этот начальник смены, он когда водой стал этот же ядерный пожар тушить, там же вода пошла под барбадарный колодец, этот же реактор мог туда шлёпнуться, сумели там, туннель прорыли, воду откачали, но это величайший подвиг был, величайший. И тогда всё-таки справились с этим, и потом же, никогда в Украине, в отличие от той же Азербайджана, или там в Армении, или в Грузии, да и в России, были же просто тяжелейшие столкновения. В Украине ничего не было. Украина всё время двигалась мирным путём, тихо, ну спокойно, спокойно. То есть люди не воевали, одна часть людей против других, ни против одного языка, ни другого. То есть языковый вопрос не был вопросом гражданской войны. То есть ничего не было. То есть всё время договаривались, всё время искали компромисс. Но даже при Януковиче какая-то падаль бандитская была, которая хотела гражданскую войну, даже когда небесная сотня погибла, когда стреляли, и то сумели это преодолеть. А Зеленский, его эти слуги, его братва эта вся, и те, кто за ними стоят, сумели расколоть украинцев. Представляете? Сделать внутреннюю гражданскую войну. Когда одни украинцы, ну это молодая поросль вот эта вот, это же 20-30 лет там в этих погранцах, этой полиции. То есть они считают возможным преследовать, арестовывать, бить, убивать других украинцев. Представляете? Других граждан Украин. Но где было у нас такого? А Зеленский сумел это сделать. Слуги народа. Ну и, конечно, европейская солидарность и батьковщина. Юлия Тимошенко, это тебе, как говорится, самое большое за это спасибо. Даже когда Юля сидела в тюрьме, Луценко сидел, и то находили. Так уже хотел этот Кучма тогда Янукович развязать. И то находили варианты выхода из ситуации. Да, арестовывали людей, но не было же такого страшнейшего беспредела, как сейчас. Геноцида не было. То есть сейчас при власти фактически стоят геноцидные люди геноцида во главе с Зеленским. Под видом мобилизации, ура патриотизма. Я тогда думаю, блин, где такое еще, ну, современную брать, если историю, где же, думаю, такое есть? Где? И вот, наконец, я, так сказать, нашел, вот, считаю, идеальную аналогию. Идеальную аналогию. Это Куба. Они ведут себя, как вот эти вот кубинские диктаторы. Вот этот и Умеров, и Ермак, и Зеленский. Они, у них даже, они подбирают людей, похожих на этих Фиделей и на их окружение. Вот такие они какие-то все темные, заросшие. Черты лица у них очень похожи такие какие-то у всех. Точно. Вот смотрите. Мне говорят, вот, на Кубе, там Фидель Кастро, да, там брали, там, 26, ну, пусть больше даже, там, пусть там всякие, ну, где-то 40 тысяч детей прошло с Украины, где-то так, по разным оценкам. Ну, с Белоруссии, с России же брали через вот эти вот клиники, так называемой реабилитации чернобыльских этих детей. Вот они сейчас как раз при власти в Украине находятся. Но, да, ну, детям же оно нравилось, там, Куба, это же прекрасное, это место, там, с прекрасным климатом, субтропики, тропики. То есть, это вообще, это, в самом деле, просто остров мог бы быть счастья, но это остров горе, это остров горе. Там утвердился абсолютно людоедский режим вот этих Кастро. Как произошло такое? Ну, не зря же уже Трамп даже заявил, что все-таки вот это Трюдо, то, что он тоже делает в Канаде, это людоедский режим. Это чистый концлагерь в Канаде сегодня, что это все-таки бастард от Фиделя Кастро. Маманька его так, она любила. Фидели очень нравился, это был ее герой, она с ним встречалась очень тесно. Ну, почитать это все описано, наконец-то и Трамп про это сказал. Но это уже хорошо, хоть сказал, и то это уже хоть как-то оно поднимается, уже понятно, кто такой этот Трюдо. Вот, теперь смотрите, вот Куба, что же там происходило? В 2013 году, представляете, то есть революция у них была в 50 где-то 9, ну, вот где-то там, да? Да, вот они наконец-то разрешили людям покидать остров в 2013 году. А право свободно выезжать за пределы так называемого острова свободы, вот как Зеленский говорит, что у нас свобода, что Украина заборется за всю европейскую, мировую свободу, за демократию. То есть риторика сегодня Зеленского и вот этих кастровцев, да, она один к одному. Вот она тоже ходит в этом зеленой этой рубашечке, это тоже Ермак такой, и у Меров. Они все просто, это как списано все равно с тех чертежей кубинского этого режима. Это говорит о том, что это не просто так, что кто-то взял лекала кубинского режима и их опустил здесь на Украину, ту реальность. А реальность смогли сделать, потому что какая-то часть вот этих порослей вокруг Зеленского, она была там в то время, когда они были детьми на Кубе. Они заражены были этими кубинскими бациллами, понимаете? Этой диктатурой поганой. То есть я не говорю там, мне пишут, Олег, Игоревич, это же были так хорошо нам было. Да, к вам было хорошо. Конечно, вам было хорошо. Когда Одиссей со своими там этими был, попали они на один остров, помните, их угощали прекрасными яствами. Потом члены его команды превратились в свиней, понимаете? Но им было очень хорошо, им было классно. Вот, в принципе, это то же самое для этих было, как на Кубе. Внутри вас превратили всех. Ну ладно, не будем про это. Но, чтобы вы понимали, я понимаю, что это очень тяжело признать. Но от коммунистов, от диктатуры, они не коммунисты, это просто изощренные бандиты были, страшно, вудисты были. Кастро это был один из мощнейших вот этих делателей вот этого вуду, вот этого юруба, этого, этот самый, обрядов, как оно называется, сантерия, сантерия, вызывание эти дряни всякой. Кастро прекрасно этим владел, его окружение, они специально ритуалы эти там, посвящения делали. Поэтому, ну что тут, ну кому объяснять, это же бесполезно. Так вот, смотрите, право свободно выезжать за пределы вот этой Кубы, острова так называемого свободы, а на самом деле это остров смерти был, кубинцы были лишены, вдумайтесь, с 1961 года. А вернули им в какой-то степени это право, уже когда этот Кастро там загнулся, и Рауль пришел, в 2013 году, это представляете, сколько времени прошло, сколько же получается, 60-40 и 12, полстолетия, больше полстолетия кубинцы не могли покинуть остров, остров свободы, слышите? Ну, пода уже открыли даже, тем, кто мог выезжать только на 11 месяцев, ну потом стали послабление потихоньку делать и так далее. И если он 11 месяцев превышал, то лучше ему он терял сразу гражданство, все как сейчас в Украине. Вот откуда списаны эти все дряни-то? С кубинской этой самой людожерской системы. Чтобы добиться выездной визы, надо было там 285 долларов платить, а знаете, сколько было средняя зарплата в стране? 15 долларов, вот, это было тогда, но никто ее не мог тогда получить, да? А теперь уже до двух лет могли они выезжать после 2013 года, достаточно было иметь сейчас паспорт и билет, сейчас еще они там больше, ну, разрешили выезжать. Ну, и видную визу, куда едет. Более того, разрешили даже временно вернуться на Кубу тем, кто покинул страну после 1994 года. Представляете, какая была? Почему? Потому что уже был полный же, ну там же уже голодовка была, там уже люди дохлик вообще там было. Остров превратился же вообще в остров проституции, надо четко понимать, там же страшное дело было. И уже они не могли найти способ, как бороться с диссидентами. Так вот, смотрите, население Кубы где-то в районе около 11 миллионов человек, чуть меньше. Так вот, после 1959 года Кубу покинуло больше двух миллионов человек. Вдумайте, больше двух миллионов человек. Тысячи, то есть добирались на плотах через вот этот пролив. Тысячи не добрались, там акулы, там потонули, там их за ними охотились. Это все точно как в Украине. Вот то, что сейчас происходит с мужчинами в Украине, это было с 1961 года на Кубе больше 50 лет. Вот откуда этот режим, вот откуда эти зеленые бобочки, эта вся риторика, вот это все оболванивание. И вот точно те же методы. Те же человеконенамиснические методы. Все делалось для того, чтобы люди не могли выехать с этого острова. Ну, а потом уже стали, так сказать, разрешать. Там же все было по карточкам. Была же полностью карточная система. Там швабру, тряпку выделяли половую. Там на сколько? На четыре года. Там же вообще ничего не было. Вообще ничего там не было. И все думали только, где потом уже взять валюту, валюту, валюту. Там же массовая проституция. Особенно для иностравцев. Там же опять стал уже, как говорится, это просто этот самый, уже наступил рай этих. Там же полностью почти все женщины занимались этой древней профессией. И люди не могли... Понимаете, они настолько были сломлены, что они не хотели подниматься. И мы говорим, а что же вы не... Типа, у вас же революционные традиции. Вы ненавидите этот режим, этих кострят. А они говорят, нет, мы ждем, когда умрет, типа, сдохнет последний из этих революционеров. То есть, они ждали, пока они окочурятся. Представляете? В 59-м году это случилось. До сих пор там стоит этот режим. Это ж сколько уже лет? 40 лет? 60. То есть, уже почти, ну, уже 2,5 поколения. Поколение 25 лет. Представляете? То есть, это приблизительно кубинский режим. Это ровесник корейского, северокорейского режима. Они в одно время приблизительно тоже структурировались. То есть, и в Беларуси сейчас точно такой же режим. И теперь в Российской Федерации Путин сделал. Но, ну, и тот же Кастро, он был миллиардер, эти братья Кастро. Они очень богатые. Не сразу, конечно. Сначала они мозги всем пудрили. А потом стали бабло делать так же, как этот Ким Чен Ын делает и все остальные. Беларусь, Лукашенко. А всех остальных держат как просто, как эту биомассу на этих скотофермах. И все. Сейчас то же самое в Российской Федерации. Триллионер Путин. Ну, не один он. Их там много. Целая семья, клан там, корпорация. Но они триллионами ворочают. Если их так сложить, как Кооператив Озеро, но чуть пошире так, с орбитами понаписывать. Они триллионами ворочают. А плебеи настолько глупые, настолько им там кость бросают, там 20 тысяч долларов, там 18, чтобы пришли на мясо, там потом по 2 тысячи платят в месяц. Они настолько, как бы для них это, как бы такие большие деньги, что они готовы там сдыхать, быть мясом в этих украинских, это пищей для червей, крыс, мышей этих и всех там в украинских степях. Вздыхают же тысяча, минимум тысяча человек в сутки, коллегами становятся и покойниками. И все равно лезут, 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 такие довольные, что они вообще одно кладбище взяли, другое. А теперь уже пошли Украина, все-таки есть умные какие-то в вооруженных силах, пошли на этот, наконец-то, на Курчатов. Но где, я все думал, ну вот сейчас опять целый КАМАЗ задержали, 47 ребят там было, которые шли на вот это вот, в Приднестровье задержали эти погранцы украинские. Но это преступление, это антиконституция. То есть откуда это пришло? Отку бы пришло, понимаете? То есть вот эти, которые сегодня при власти стоят, вы главное это должны запомнить. Это фактически выращенные в кубинских этих людоедских красно-зеленых инкубаторов вырастили. И сегодня этого Зеленского, Ермака, вот этого Шмигаля, вот это как раз их поколение кубинское, их здесь в Украине поставили. Но народ настолько оглупел молодое поколение, настолько стало функционально безграмотным, глупым. Старших же не слушают, Зеленский дал команду, говорит, это старики, это все отжившие, вы их никого не слушаете. Вот мы пришли, большевики, мы это все сделаем. Это точно как был Фидель Кастро, Рауль Кастро, Чи Гевара и прочее, это кубинская, так сказать, гапота. Вот сегодня новое поколение кубинской гапоты с этих инкубаторов пришло в Украину и сегодня делает, и в Белоруссии они при власти, и в Российской Федерации они все. Это чернобыльские как раз, это мутанты чернобыльской атомной станции, вот что я вам скажу. На всех этих уровнях, они сегодня при власти. Это все было КГБ продумано еще тогда, в те времена. Но ничего, оно же, как говорится, сколько веревочки гнило и зеленые не видится, а все равно же конец будет. Так что, я думаю, скоро будут происходить катарсис в Украине, когда эта плесень будет в конце концов убрана с многострадальной нашей нынки. До новых встреч, Высоцкин, Олегович.